всем привет сегодня я в салоне графиты у оксаны кизиридис и говорить мы будем о том что можно приклеить на стены то есть обоих краски и штукатурки и прочим оксана привет привет иван всем здравствуйте итак представим людям нужно сделать ремонт в квартире или в доме и вот они думают а что же на стен этой наляпать давай что мы можем обои краска просто покрасить просто покрасить сделать декоративную штукатурку сделать либо сделать какой-то декор а именно вы можете сделать фрески либо роспись еще есть 3d панели еще 3d панели то есть получается у нас четыре разновидности того что мы можем нанести на стены обои краска декоративная штукатурка и некий декор отлично вот давай про это и поговорим начнем с чего давайте начнем с обоев наверное это с одной стороны самый простой материал с другой стороны есть определенные нюансы самый простой материал заключается в том что вы сразу пришли вы увидели тот эффект который у вас будет на стене да то есть вы посмотрели рисунок вы пощупали сами обои вы купили несколько рулонов вы можете самостоятельно прийти домой и наклеить это это то что касается масс-маркет если мы говорим про дизайнерские обои до которые продаются в салонах а прийти просто купить скорее всего у вас не получится потому что все ну чаще всего это обои идут под заказ то есть вы приходите листаете каталоги их большое количество вот выбираете опять же эффект выбираете цвет выбираете картинку заказывайте и затем уже лучше наверное руками профессионалов наклеить это на стены потому что дизайнерские обои они все равно я не могу сказать что они супер дорогие ценовой диапазон может быть разным тем не менее лучше сразу отдавать в руки профессионалов что есть вообще на рынке по обоям то есть обои у нас разделяется по видам это есть флизелиновые обои а есть бумажные обои есть виниловые обои есть обои так скажем натуральные есть обои с акриловым напылением расскажем проказ зачем так много то слушайте ну их так много потому что я считаю что опять же мы говорим о том о помещении в котором мы хотим применить данный вид отделки да то есть у каждого вида обоев есть определенные плюсы минусы которые можно нужно учитывать когда вы выбираете обои для своей квартиры ну скажем самые практичные они были испокон веков и наверное до сих пор это виниловые обои хотя считается что они менее экологичные но они более прочно чем все остальные виниловые обои это мы про масс-маркет сейчас говорим это вот такие толстые на самом деле есть масс-маркете они есть толстые и есть дизайнерской серии они достаточно сейчас уже с красивыми принтами они достаточно тоненькие то здесь уже производители работают над этим вопросом мы можем купить обои наклеить их на стены мы можем это сделать самостоятельно это могут сделать рабочие которые мы пригласили эти обои мы можем разделить как я теперь понял на две группы первое это масс-маркет и и вторая группа это дизайнерские обои масс-маркет это в основном что ну я считаю что масс-маркете достаточно простые принт принты и это винил да чаще но там есть еще и флизелин попадает это сделано с целью экономии правильно я понимаю ну то есть масс-маркет массовый массовый продукт массовый продукт который покупает большинство людей который продается в общем-то во всех больших строительных магазинах подошел к стенду взял рулон и пошел домой то есть посмотрел там цветочки переугольнички полосочки и пошел давай про них что с ними не то зачем нужны дизайнерские обои что что здесь то не хватит нам я считаю что здесь наверное не хватает именно цветовой гаммы какой-то именно какие-то красивых принтов потому что все равно есть скажем скупость наверное ассортимента да в этом плане в цветах в какой-то в каком-то рисунке скорее всего вот в этом ну я как дизайнер подтверждаю эти слова потому что цветовая гамма сильно ограничена рисунки принты это профессиональный язык тоже сильно ограничено и очень часто мы просто даже не можем выбрать то что нам надо и это их минус но плюс эта цена до дизайнерские обои это что это во первых разные материалы я так понимаю могут быть бумажные и могут быть флизелиновые могут быть тканевые могут быть какие-то под натуральные типа там дерево бамбук шелк ну какие-то такие вещи могут быть такие такие же виниловые только уже не прям чистый винил а допустим с каким-нибудь акриловым напылением что более считается экологичным ну я так понимаю это все делается с той целью чтобы мы дизайнеры или вы заказчики могли выбрать то что вам нужно но нужны вам птицы в цветах пожалуйста птицы цветах нужен вам какой-то супер красивый фон с переливами значит будет супер красивый фон нужен вам какой-то экзотический цвет вы тоже его можете найти нужно нам нужна вам какая-то геометрия до который проще всего иногда все же сделайте в обоих нежели там делать из каких-то других подручных материалов ну вот за твоей спиной к слову обои и они есть однотонные есть каким-то рисунком да есть орнаментом но вот они здесь строгие достаточно принципе они же разные бывают по принтам за хоханит до которая сделала свой принт вот соответственно по нему сделаны вот такие вот обои то есть это обои у которых есть определенная легенда они сделаны кем-то для чего-то с какой-то определенной идеей то есть вы покупая дизайнерские обои тоже понимаете что это не просто где-то напечатали а значит человек вложил это свою какую-то душу да какую-то свою идею и оно отлично в пишется ваш интерьер в этом наверное основная суть потому что все равно когда вы создаете свой интерьер да то есть некая легенда вы все равно это создаете и и вы создаете легенду для заказчика да в этом и в этой части насколько разнообразны обои вот из той части дизайнерской в плане назначения внешнего вида а на самом деле слушать ему каталогов великое множество поэтому как раз чем они отличаются что мы не можем привести кучу рулонов поставить их потому что их очень много там в одном каталоге может быть там допустим там 50 принтов да соответственно этих каталогов множится и множится причем здесь смысл в том что каждый каталог имеет свой срок службы да то есть это примерно где-то трех до пяти лет если фабрика там американская там английская или там бельгийская фабрика выпускает каталог чаще всего это при конечный какой-то есть у него срок службы это от трех до пяти лет дальше что-то перерабатывается и делается новое и есть своя прелесть до определенная то есть вы взяли и больше уже такого не будет ну и есть что-то потом будет переработана дополнена но именно есть такая вероятность что они только у вас поэтому пару рулончиков запас нужно брать мало ли там чего кто кофе прольет на эти обои а кстати если обои такие устойчивые к вандальным воздействиям на самом деле самое наверное вандал устойчиво на сегодняшний день и как ни крути это виниловые обои да или допустим акрилы за новый обои с акриловым напылением есть какие-то натуральные обои но тут вы же понимаете что если царапать гвоздем поцарапаете все да но вот есть еще коммерческие обои которые обои которые очень тонкие с одной стороны но с другой стороны достаточно прочные минус их только в том что есть ограниченная цветовая гамма есть ограниченные принты то есть для коммерческой недвижимости нехорошие но допустим для в квартире ну вы будете выбирать и думать что-то хочу сперва мутерном пуды гличками от устава не будет то есть есть все равно ограниченный ассортимент поэтому на сегодняшний день самое наверное вандалы стойки это все же винил либо акрил ну про обои вкратце и все понятно пока потом мы поговорим и про цены и вообще в принципе на что они способны и какие нагрузки выдерживают а сейчас тогда следующий вид покрытия краска да поговорим про краску то есть это тоже в принципе понятное покрытие но что там взял взял покрасил кисточкой или валиком или распылителем может еще какие способы есть может вот такие